Всем привет дорогие друзья! И сегодня поговорим в этом видео о том, что такое плата и тактика прорыва. Рано или поздно любого культуриста, спортсмена, настигает плата застой результативности. И растут тренировочные веса, и растет объем мышц. Вы вдруг обнаруживаете, что вот уже месяц, как вы делаете 10 повторений с 60-килограммовой штангой. И за это время не добавили на штангу ни одного блина, и не увеличили количество повторений в подходе. Период застоя неизбежен, если вы не будете периодически менять свою тренировочную схему. Через определенный период времени ваши мышцы привыкают к нагрузке, и тот стимул, который первоначально обеспечивал рост силы, со временем уже недостаточно эффективен. По мере того, как ваши мышцы становятся сильнее, все меньше мышечных волокон необходимо задействовать в работе, чтобы осилить тот же самый вес. Так что, если вы не будете увеличивать вес, то выключенные подобным образом из процесса волокна со временем станут ленивыми. Они просто не будут вовлечены в процесс работы с той же эффективностью, с которой они делали это ранее. Чтобы справиться с возникшей проблемой и преодолеть плату, необходимо найти способ растормошить мышечные волокна и заставить их работать вновь. Хорошая тренировочная программа должна включать в себя разнообразные упражнения на одну и ту же группу мышц, чтобы тренировки не были скучными и монотонными. Иначе в своих тренировках вы достигнете стадии, за которой нет видимого прогресса. Это может быть следствием как недотренированности, так и перетренированности. Но в любом случае вы неизбежно придете к застою результативности. Чтобы избежать этого, советую ввести дневник, в котором вы будете отмечать виды упражнений, их вариации, количество повторений, подходов, а также свои рабочие веса. С точки зрения правильной организации занятий будет полезно завести дневник тренировок, в который будет внесен перечень упражнений с учетом их направленности на определенные группы мышц, количество подходов, повторений, а также ваши веса. Чтобы увеличить интенсивность своих тренировок и тем самым заставить свои ленивые мышцы вновь работать, используйте те же самые приемы, которые рекомендовали для поддержания накачанных мышц в тонусе. Измените последовательность выполнения упражнений. Разнообразьте свою программу, добавив в нее новые упражнения. Поднимайте меньшие веса при большом количестве повторений или сетов, или наоборот. Увеличьте вес, уменьшив количество повторений в выполнении упражнений в более медленном темпе. Некоторые спортсмены на стадии плата, несмотря на свою неспособность в некоторых упражнениях делать даже 10 повторений, все-таки увеличивают рабочие веса. И это правильно. Даже если вы не можете выполнить 10 повторений в упражнении, все равно увеличьте вес. Часто спортсмены, делая 6-8 повторений в упражнении с определенным весом, преднамеренно увеличивают вес и, вопреки своим ожиданиям, вновь справляются с ним, делая 7-8 повторений. Это свидетельствует в пользу того, что наш организм имеет куда больший потенциал, чем мы думаем. А застои вызваны скорее психологическими факторами. Перетренированность тоже может стать причиной застоя. Это может быть связано с тем, что вы злоупотребляете количество подходов в слишком быстром темпе, и ваше тело не имело времени, чтобы приспособиться к таким нагрузкам. Время – это тот необходимый элемент, без которого невозможно увеличение массы мышц. Отдых столь же важен, как и сама тренировка. И запомните, ни одна из мышечных групп, тренируемых накануне, до или после, не должна вновь тренироваться сразу же на следующий день. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. Всем мир! До новых встреч! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok